И тут, помня, что мы переходим на поле соперника, мы должны помнить, что у нас есть еще одна опасность – это не зайти туда, где наши методы неприменимы. Вот, для примера, давайте возьмем поле науки, точно так же можно говорить о философии, точно так же может быть в любом другом поле, вот, но мы знаем, что есть вещи, которые Библия нам говорит, и есть вещи, которые в Библии не открыты. Например, слово о плане в Солнечной системе, говорит об этом Библия или нет? Нет, Библия об этом не говорит, то есть нужно понимать, что Библия не говорит обо всем. Библия говорит о важном, но далеко не обо всем. Вот, то есть есть вещи, которые открыты в Писании, и есть вещи, которые в Писании не открыты. Равно как и наука. Есть вещи, которые мы можем использовать, исследовать методы науки, а есть вещи, которые методы науки исследовать невозможно. Прямо молодой человек, девушке говорит, я тебя люблю. Каким научным экспериментом она может это определить, правда это или нет. Вот. Вот. Он может и не лгать на самом деле. Может он под любовью понимать совершенно другое. Понимаете? То есть тут совершенно, понимаем, что слово любовь, оно на данный момент совершенно избито и настолько, что когда человек спрашивает, говорит о любви, то первое, что нужно спросить, что ты меня подразумеваешь под любовью. Любовь – это то, чем занимаются, любовь – это то, что чувствуют, и любовь – это то, чего достигают. Потому что это все три разные вещи. Вот. Итак, значит, и таким образом у нас получается четыре вот таких вот раздела перекрытия науки и Библии. Есть раздел, который, значит, невозможно ни исследовать средствами науки, ни в Библии не открыты. Естественно, что лазить туда нам, как апологетам, лучше не стоит. То есть как раз здесь действуют все культы. Они вам рассказывают о том, вот когда Иисусу исполнилось 12 лет, он, значит, сказал маме и папе, что вы не мои мама и папа, и ушел в Тибет. И там его, значит, и там его тамошние гуру научили всем этим хитростям. В Библии об этом не говорится. В Библии, действительно, это значит… В Библии, правда, говорится, что он был в послушании. Трудно быть в Тибете и в послушании одновременно. Вот. Либо там, либо там. Вот. Также в Библии говорится, что когда он из Иерусалима начал свое служение, вернулся в свой родной город, все сказали, он по своему обыкновению пошел в субботу в синагогу. Где он в Тибете синагогу каждую субботу находил, тоже непонятно. Вот. Ну, так или иначе, вот культы любят ловить рыбу в мутной воде и вот действовать вот в этой сфере, где никто ничего не знает, поэтому мы вам расскажем. Вот. А другая, значит, сфера – это то, что наука нам говорит, планет, это можно исследовать медленными науками, но в Писании этого нам не открыто. Сколько планет в Сочной системе? Кстати, кто знает, сколько планет в Сочной системе? Дети. Вот. На самом деле сейчас ведутся споры на пути. Потому что сейчас открыто еще один ряд небесных цел, астероидов, которые по своим размерам и свойствам гораздо круче, значит, претендуют название планеты, чем Плутон, который считается планетой. Вот. Поэтому, по большому счету, есть 9 традиционно называемых планетами, остальные астероиды, но даже здесь у ученых пока что еще общего согласия нет, и они об этом продолжают спорить. Вот. Последняя буквально просто открыто недавно получила название Ксена. Помните, Ксена появились в целом. Вот в честь нее названа. Вот. Она в несколько раз больше, чем Плутон, и еще имеет свой собственный спутник. Вот. Но, по сути, во всех, как это, определение планеты – это то, что астрономы считают планетой. Другого определения на данный момент нет. Вот. Это все же отличает планету от астероида. Далее есть вещи, которые можно узнать из Библии, но невозможно исследовать методами науки. «Например, шел ли Бог в столпе огненном, ночью в столпе дымом, днем перед израильтянами, когда они шли через Синайскую пусту?» – Облако. – Какой научный эксперимент? Ну, облако, дым имеется в виду. Как мы это видим? То есть, какой научный эксперимент это может подтвердить? Никакой. Это исторический факт. То есть, есть свидетель, есть свидетельство. Как никаким научным экспериментом мы не узнаем, кто же все-таки победил в битве под Ватерловым. Потому что проводить модельные эксперименты. На поле под Ватерловым не дадут крестьяне, у которых там сейчас угодья нет. То есть, мы знаем, что есть свидетельство, что победил Велингтон, а не Наполеон. И мы верим этим историческим свидетельствам. Таким образом, там, где можно узнать из Библии, но невозможно узнать из науки, это сфера, которой занимается библиология, но апологетика, в общем-то, особо к этому тоже отношения не имеет. Но есть сфера остается, которую можно исследовать средствами науки, и о чем описано в писании. Например, всемирный поток. Если действительно был всемирный поток, и все на лице Земли погибло, то что мы должны наблюдать на Земле? Огромное количество осадочных отложений, в которых мы находим окаменелые остатки мертвых существ. Что мы наблюдаем на Земле? Огромное количество осадочных отложений, в которых находятся миллионы окаменелостей мертвых существ. То есть, вот та сфера, где наука и Библия, об этом говорит Библия, это можно следствием науки, это сфера, как раз, и по логитике. И вот здесь мы должны действовать. Точно так же вот эту сферу перекрывания областей Библии и этой науки мы можем расходить и в философии, и в истории, и в искусстве, и так далее, и тому подобное. Вот это очень важно, что нужно нам помнить. Поэтому, когда вам вдруг в очередной раз кто-нибудь скажет, наука доказала, что Бога нет. Самый первый вопрос, который вам нужно задать, а, собственно, какая наука? То есть, просто некой абстрактной науки не существует. Математика доказала, что Бога? Или физика доказала, что Бога? Каким экспериментом она доказала? Как вообще методами естествознания можно узнавать сверхъестественное? Это все, что при помощи микрофона пытаться определить цвет. Вот. И есть абстрактные науки не существуют. Науки существуют разные, и у каждой науки свои методы. Если мы хотим в сфере наук определить, есть Бог или нет, то нужно смотреть на каждой науке ее методами. Если мы говорим о философии, то тогда у нас применяем философский метод. И тогда это у нас будет называться философская апологетика. Если мы говорим о естествознании, применяется научный метод, тогда это у нас будет научная апологетика. В истории, соответственно, свои методы исторического исследования. И это будет историческая апологетика. В обществоведении методы социологии. И это социальная апологетика. В сфере нравственности существуют этические нормы. Мы о ней поговорим более подробно, чтобы потом у нас не было недопонимания, в чем разница между нравственностью и нравами. И тогда мы занимаемся этической апологетикой. Если мы говорим об искусстве, то существуют эстетические. Вот совершенно верно, вот эта книжка очень хорошо классифицирует подходы, где вот просто разные дисциплины, и по ним все это все распределено. Но если мы говорим об искусстве, что на самом деле на данный момент один из наиболее эффективных, как в постмодернистском опыте в обществе на Западе, люди уже больше не полагаются на науку и не верят в абсолюты. Точно так же у нас, хоть у нас нельзя сказать, что у нас постмодернизма, но люди верили в абсолюты при коммунизме. Это, кстати, была прекрасная подготовка почвы для благовестия. Джон Маккартов сказал, что в России благовествовать в 90-е годы было проще, чем где-либо, потому что коммунизм научил людей верить в абсолюты. Им легко было, и поэтому, если в остальных странах люди тут же говорили, что абсолютов не существует, то тут у людей вставал вопрос, где же абсолют? Коммунистическая партия больше абсолютом не была, и нужно было найти другой абсолют. Но сейчас многие, кто в церквях побывали, из церкви ушли, уже на это не берутся. И вот как раз эстетическая апологетика, через кино, через живопись, благовестность становится гораздо проще. Например, один из самых популярных курсов, которые я когда-либо читал, это курс использования кинематографа для благовестия. Когда неверующим, как благовествовать неверующим через нехристианские фильмы. Вот. И поэтому, в общем-то, живопись, кино, музыка сейчас довольно сфера... Сфера хорошая почва для благовестия, и не стесняйтесь, не жалейте времени на изучение этого, дабы можно было это использовать для благовестия. И еще раз помню, как Павел говорит, что я... Почему я это делаю? Почему я для иудеев стал как иудей, а для, значит, подзаконных и подзаконных? Павел говорит, я сие делаю для Евангелия, чтобы стать соучастником Евангелия. Если мы хотим быть соучастниками Евангелия, то мы должны все именно поэтому быть. Если мы хотим быть при Евангелии, то мы можем находить другие пути. Но быть его соучастником, нести его людям, мы должны уподобляться этим людям. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok